В крае по-прежнему действует режим ЧАЭС. В районах дежурят оперативные группы, полицейские, сотрудники районных администраций. Ежедневно составляются десятки протоколов. Любителям разводить костры в лесу выписывают штрафы, пока они составляют до 3000 рублей. Стабилизировать обстановку с пожарами помогла погода. Выпавшие осадки потушили ряд очагов возгораний. Впрочем, опасность не миновала. Погода будет восстанавливаться. Обещают теплую погоду и более 30 градусов днем. Ветра будут такие же, от 15 до 25-30 метров в секунду. Поэтому мы ожидаем, что после 25 числа вновь возникнет ситуация, когда класс пожарной опасности во многих районах будет 4-5 класс. На борьбу с лесными пожарами ежедневно тратятся колоссальные средства. Сегодня в Читинском районе авиаразведка проводится с самолета Ан-2 и Цесна. А Ми-2 и Ми-8 патрулируют Могочинский, Кыринский и Хилокский районы. Там сейчас самая опасная ситуация. Полная информация о пожарах поступает сюда, на авиабазу охраны лесов. Диспетчер показывает карту. Значков, обозначающих новые пожары, почти нет. Но это пока. Людской фактор говорит сам за себя, все рядом с дорогами. Начинается с дорог или пади, где-то, может быть, сенокосы выжигают. И все, вот как она, карта идет, и все пожары были вдоль железной дороги и вдоль нашей федеральной трассы. Пресловутый человеческий фактор. В возникновении почти всех пожаров виновны люди. С целью ужесточения наказания для поджигателей депутаты ЗАГС Собрания намерены принять решение о кратном увеличении штрафов. Юлия Тимошенко, Лев Нескромный. Время новостей.